Привет, дорогие друзья! С вами на связи Владимир Коваленко. Я эксперт в области продвижения MLM Online, а также автор курса «Упакуй и кайфуй» для MLM предпринимателей. И в этом видео мы с вами разберем убийцу целевой аудитории. На самом деле вы делали не то, что хочет ваша целевая аудитория, а ваш аватар. И эта техника называется «Jobs to be done». В этом видео мы подробно разберем, как же все-таки усилить вашу целевую аудиторию предложением с помощью техники «Jobs to be done». Но сначала, друзья, давайте разберем, что же такое целевая аудитория. И я сейчас хочу процитировать из Википедии выжимку про целевую аудиторию. Целевая группа аудитория – это термин, используемый в рекламе и маркетинге для обозначения группы людей, объединенных общими признаками или объединенной ради какой-либо цели или задачи. Под общими признаками могут подниматься любые характеристики, такие как работающие замужние женщины от 25 до 35 лет, носящие очки. Например, это характеристики целевой аудитории. И еще одно определение. Целевая аудитория – это совокупность реальных и потенциальных потребителей товара или услуги, которые готовы изменить свои предпочтения в пользу данного товара или услуги под воздействием маркетинговых мер. Если проще сказать, то целевая аудитория – это люди с потребностью, которые вы можете решить с помощью вашего продукта. То есть это ваши либо люди, те, которые уже покупают, либо потенциальные ваши покупатели. И здесь в графе, где сказано, что могут изменить свое решение, как раз возникают непонятки, которые мы сейчас будем разбирать. Друзья, давайте разберемся. Мы вот на примере думаем, что будут покупать ставки делом на одну целевую аудиторию, а покупать совсем другая. Возьмем классический пример, например, интернет-магазин нижнего белья. То по статистике оказалось, что 70% заказов на мужское нижнее белье делают кто? Женщины, они самые. Поэтому гендерная сегментация – это очень обманчивая вещь. Например, дальше пойдем. Был промониторен интернет, я посмотрел. И оказывается, что в основном покупки делают женщины. Такие вот, как покупка квартиры или выбор стройбригады, закупка материалов строительных. Есть еще один очень крутой пример, в котором показано, что целевая аудитория – очень обманчивая вещь. И те ставки, которые мы делаем по вопросам, да, определять целевую, вообще не работают. Смотрите, завод по производству и продаже бетона. Как вы думаете, треть заказчиков бетона – кто был? Правильно, они самые женщины. Представляете, даже женщины покупают бетон. Но когда мы прописываем целевую аудиторию, то мы пишем, что это будут какие-то дядьки, мужики, здоровые директора, предприниматели, которые занимаются строительством и прочим. Главная ошибка, на мой взгляд, зациклиться на общепринятых характеристиках. Пол, возраст, общий доход, какие места посещают. Потому что вы сами увидели, насколько это зыбко и уже, как эта шатка и не совсем работает то, как необходимо. Друзья, если у вас товар, я рекомендую вам использовать технику Jobs to Bidon. В переводе означает «работа, которую необходимо сделать». Она делает акцент не на том, кто, а на когда и зачем покупают ваш продукт. В какой ситуации и для решения какой проблемы это делается. Для того, чтобы воспользоваться этой техникой, необходимо знать всего ответа на 4 вопроса. Первое – это недовольство, которое испытывается в ситуации. Берете листик и выписываете. Второй вопрос – это притягательные новые решения. Точно так же берете и выписываете. Третий вопрос – это «Зачем?». Берем, пишем и читает вопрос – «Почему?». От этих на этих 4 вопроса, всего на 4, вы получите полную картину, которая дополнит вашу целевую аудиторию. Сталкиваясь от этих ситуаций, можно уже составить очень крутые офферы. Выявить боль и ударить в нее, для того, чтобы можно было составить правильные смыслы и правильно предложить продукт. С помощью этой техники, те, кто ее знал, уже делают очень крутые результаты. И об этом знают не все, даже не все маркетологи это используют. Я недавно узнал об этой технике и просто был поражен и удивлен, насколько она простая и насколько она очень круто на самом деле работает. Поэтому обязательно внедрите ее в свой бизнес. Прямо сегодня возьмите и ответьте на эти 4 вопроса. Дополните вашу целевую аудиторию. Потому что, как вы поняли на примерах, которые я приводил в начале видео, что насколько все разбросано и неоднозначно, по каким причинам у вас берут те или иные люди, по каким признакам вы их разложили. Поэтому именно вот эта техника, Jobs to be done, вам позволит намного увеличить ваш чек в вашем бизнесе. Ну а если вам было полезно это видео, ставьте обязательно палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Ставьте звоночек, чтобы не пропустить мое снова крутое видео. И я буду благодарен, если вы поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Кто-то из вас, возможно, уже применял эту технику. Какие у вас результаты? Возможно, вы применили и получили результат. Буду вам измерно благодарен за обратную связь. Потому что все, что я делаю, я хочу быть полезным именно тебе, вам и всем в вашем бизнесе. Ну а с вами был Владимир Коваленко. До скорых встреч. Пока-пока. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok